Мойщик-уборщик подвижного состава Асия Гельмуддинова работает в троллейбусном депо номер 2 с 1984 года. Дезинфекцией подвижного состава занимается с начала пандемии. Для безопасности пассажиров и для своих безопасности. Обработка троллейбусов проходит несколько раз в сутки и ночью, когда выполняется основной объем работы, днем. Бригады по 18 человек каждую смену распределяют между собой весь подвижной состав. После наружной мойки троллейбуса дезинфектор орошает хлоросодержащим раствором все поверхности – поручни, ручки дверей, спинки кресел, воздуховоды, затем еще и протирает их. Также в межрейсовое время кондуктора и водители на конечных остановках и разворотных кольцах проводят дополнительную обработку своего троллейбуса. То средство, которое мы принимаем для обработки подвижного состава, хлорамин B, он тоже самое, не причиняет какого-то либо вреда никак со стороны людей, так и материалом. Летом этого года в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» закупили 22 новых троллейбуса марки «Адмирал». Они следуют по самому протяженному троллейбусному маршруту номер 4 от завода «Металлург» до железнодорожного вокзала. В отличие от старого транспорта, в них больше посадочных мест и поручней, то есть больше горизонтальных поверхностей. Все они нуждаются в обработке, как и система кондиционирования. Напомним, троллейбусы «Адмирал» – это первый в Самаре городской пассажирский транспорт, в котором появились кондиционеры. Это необходимое требование к перевозке пассажиров в нынешнее время, от которого мы никуда с вами не то что не уйдем, да и не должны уходить. Мы должны качественно обрабатывать подвиженную систему, убирать и обрабатывать. Сами пассажиры обработкой довольны, претензий не имеют. Очень хорошо, автобус чистый, обработанный. Кроме того, для повышения безопасности перевозок весь общественный транспорт оборудуют рециркуляторами для очистки воздуха от вирусов и бактерий. Светлана Кудрявцева, Никита Колосов, Максим Гусев. События.